Так, здорово, с вами снова EpicMegaGamer95 и кажется я заболел коронавирусом, ну в общем как минимум я на больничном. Сегодня будем обсуждать то, что я прошел, я прошел демку Любовь, Деньги, Рук'н'ролл, прошел ее на один рут, но я не уверен так ли это важно, если это демка, я все равно концовки не увижу, но тем не менее, для начала стоит упомянуть тех, кто все-таки создал пока еще демку, советские игры Soviet Games. С ними у меня знакомство было давнишнее уже, я играл в Бесконечное Лето еще, насколько я помню, до того, как оно вышло в Стиме, там какая-то версия была 1.2b, и если вы у меня спросите, какая самая ламповая тянка, я не скажу, я прошел все руты, все концовки, вообще все, что можно, даже начал проходить моды, но, типа, выделить так какую-то одну довольно проблематично, они все довольно прикольные. Если говорить про то, какой рут мне больше всего понравился, это никаких пидобиров, просто рут Ульянки, он действительно такой ламповый, прикольный, миленький. И вся соль, наверное, Бесконечного Лето была в том, что эта игра была проветрирована у тебя, то есть тот же чувак, такой закрытый, даже, собственно, затворник, даже имя Семен было выбрано, потому что это, типа, насколько я помню, same one, такой же, то есть с английского. Вот. Ну и, конечно же, каждому бы хотелось, наверное, исправить свою жизнь, вот, в какой-то мере, ну и не каждому, почти всем в России. Вот. И, по сути, Бесконечное Лето осталось одной из моих любимых визуальных новелл, хоть меня могут и многие называть говноедом, но это неважно. До этого была еще, конечно же, визуальная новелла Катава Шоджо, Катава Шоджо, насколько я знаю, такое ударение даже, неважно, где я ставлю, ну, неважно. Тоже очень крутая визуальная новелла, если кто-то не играл, пожалуйста, сейчас самое время. На Катаву, кстати, хотели выкатить какой-то мод сторонние разработчики, но, по-моему, он сдох. Сейчас даже прям можно это проверить. Катава Шоджо Кэп Тс. О, что? Что? Так, вы меня что, наебать пытаетесь, блядь? Он тут... Скачать можно в фабрике ВКонтакте, указанном в начале темы. Это на anivisual.net. Так, сущары, подожди. 6.02.2000... Так, блядь, они его сделали, походу. Ну, ладно, с этим потом разберемся. Дичь какая-то просто, ну, неважно. Разберемся позже с Катавой. Перейдем, собственно, назад. Вернемся к советским играм. Вот, собственно, также можно упомянуть, конечно, зимнюю сказку. Что, наверное, в какой-то степени может являться демкой бесконечного лета. Но я точно не уверен. Вот. Ну, вроде как, да. Вот. Ну и... Любовь, деньги, астрала. Рок-н-ролл. Вот. Собственно, до рок-н-ролла дело не дошло в демке. Может, я, конечно, не по правильному пути пошел. Но сразу могу сказать, что... Прикольно. Нужно, конечно, делать поправки, наверное, на многие такие... Игровые, сюжетные условности. Типа, что это, школяр? Занимается какой-то странной деятельностью по поиску правды. Насчет, там... Ну, не буду... Я не знаю, насчет демки. Спойлерить или не спойлерить. Наверное, это не совсем считается за спойлер. Это все-таки демка. И я сам-то там ничего, по сути, особо не понял. Ну, так. Ну, понятное дело. Все какие-то восплетения сюжета по демке не понять. Вот. Но, как минимум, мне было очень интересно и приятно читать. Даже, я могу сказать, я как раз это читал перед приемом в больницу. Мне нужно было... Пришлось просидеть два с половиной часа. Вот. Я все это время читал. Отвлекаясь, конечно же, но тем не менее. Потом... Мне немного осталось после приема. И уже дома, когда я завершил все свои дела, ночью, я вместо того, чтобы спать, решил дочитать. И, конечно, там немножко осталось. Но, типа, мне реально хотелось дочитать. И сейчас у меня такое, знаете... У главного героя там гештальт. По поводу своей бывшей. И у меня гештальт по поводу того, что я не дочитал. То есть, реально интересно. Как минимум. Вот. По поводу девок. Что могу сказать? Многие будут играть, наверное, как раз по поводу девок. Что ж, я не совсем по этому поводу играю. Я, скорее, за сюжет. У нас есть Химитсу. Ну, собственно, описание прямо говорит... На сайте я имею в виду у них. Чем она занимается. Так что это точно спойлером не будет. Ну, то есть, это... Лучшая подруга главного героя, можно так, наверное, сказать. Добра, заботлива, да. Полностью с этим согласен. Понимаю. Главное... Что следует знать. Вы будете, скорее всего, ненавидеть главного героя за то, как он с ней обращается. Вот. Дальше... Кэтрин. Кэтрин. Ее ГГ называют Катя. Она, вроде как, американка. Вот. Вот, как раз, она бывшая у него. И, типа... Там вся соль их отношений заключается в том, что, типа, они встречались какое-то время. У них там, насколько я понял, там это пока не раскрывается особо. Все было не очень хорошо, насколько я это понял. Вот. И она такая, ну, пока я, короче, уезжаю в Америку с мамой. У нее там работа, все дела. Пока. Вот. И главный герой по этому поводу начинает дико хандрить. Ведь он ее так сильно любил. И все такое. Год проходит, она возвращается. Ей у него, вроде как, насрать. Типа, ну, по крайней мере, она себя так ведет. Вот. И он начинает убиваться по ее поводу. И... Говорит, что, типа, а не буду ли я плохо поступать с Химицу? Ну, я думаю, это и так было ясно, что Химица одна из девок, с которыми будет герой мутить. Вот. И, типа, он такой, блядь. А вдруг я неправильно поступаю? Ты дебил. Мое личное отношение к этому. Вот. Далее. Элли. Внучка председателя Попетического Совета Школы. Ну, что... Это, типа, было сразу понятно, там, по ходу, что она сразу дочка какого-то главного человека. Вот. Он так себя ставит. Как эта херня называется? Я забыл. Анимечный термин, где девка, она, короче... Ну, или парень. Ну, с парнем я не смотрел, значит, девки. Вот. Когда она, типа, снаружи такая злая, напыщенная такая, типа, постоянно тебя оскорбляет. Вот. А внутри она, типа, зажата. Такая... Я все, бля-бля. Слепай. Ну, сразу же скажу, главный герой не изврат, вроде как. Насколько пока по дамке понятно, вроде нет. И... Кагомея. Две японки. Одна японка. Ну, короче, Кагомея, как минимум, точно японка. Вот. Там вообще у них в школе много иностранцев. Но это пока не так важно. Вот. Кагомея. Староста в их классе. Ну, типа, я бы сказал, что она самая пока что ни о чем. Потому что... Ну, возможно, потому что с ней было вообще мало времени, по сути, посвящено в дамке. Ей именно. Ну, и она такая, типа... Ты что-то к мне привязался. Мне на тебя насрать. На нее там что-то одноклассники наезжают. И не только одноклассники. Она там, ну, типа, зарыпает на нее. Она там... Задирают ее, короче. Ну... Не знаю. У них было вещей, чем рок-н-ролла. Пока что в дамке точно. По сути... Ну, то, что вы первое, наверное, визуально вы увидите. Одно из первых, там, один из первых задников будет. Это дом главного героя. У нее там басуха стоит. И он там один раз ее упоминает. Но что-то я не заметил у него огромного желания играть в группе на басухе. И все такое. Так что, к минимуму, там, возможно, будет какая-нибудь подводочка к этому. Либо это будет очень странно. То есть, я надеюсь, что все-таки подводочка будет к тому, что он начнет играть. Ну, как минимум, в заглавии этой визуальной новеллы это есть. Так что, наверное, все-таки что-то будет. Что насчет сетинга? Сетинга. Вот. Ну, это, как и написано, в 80-е романтика рок-музыки. Я бы не сказал, что там прям в дамке было очень много рок-музыки. Опять же, возможно, это потому что демка, но, тем не менее. Там, опять же, было сконцентрировано все на предыстории главного героя как-то. То есть, он там все пытался выяснить, что там вообще за херня происходит. Почему происходит то, что происходит. Вот, наверное, две вещи все-таки. Я не буду упоминать. Сами поиграйте, сами попробуйте. Вот. Почитайте, наверное. Будет лучше терпеть все-таки. Что там с рок-н-роллом и что там с предысторией главного героя. Ну, и, собственно, единственное, наверное, что я могу прямо сказать, потому что это написано на сайте. Николай, главный герой, сын советских инженеров, эмигрирующих в Японию. Большую часть жизни он провел в этой стране. Собственно, очень, кстати, многие вещи посвящены именно тому, что он как-то не очень хорошо вписывается в японский быт. Японцы там на него странно косятся. Он странно ведет себя для японцев. Ну, и все такое. Реально, есть очень интересные темы, которые, ну, возможно, уже в куче других произведений раскрывались. Но, тем не менее, под таким, не то что углом взора, а в таком, наверное, сеттинге, с таким сюжетом, это может быть интересно вполне. Пока все идет хорошо. Далее. Друзья главного героя, наверное, еще стоит рассказать про них. Хотя, опять же, там как бы, с одной стороны, с ними он много в демке времени проводит. Но, с другой стороны, как-то и ты не столько хорошо, наверное, друзей узнаешь. К сожалению, я забыл, как зовут японца, а здесь его не указано, не указано его имя. Толстый японец. Вот, забавный персонаж. И тощий американец Майкл. Его иногда называют. Что на них можно сказать? По сути, мало чего можно сказать. Толстый японец, он такой, типа, хороший чувак. Ну, он постоянно, вроде как, по словам главного героя, постоянно говорит об аниме, о девочках-волшебницах, все такое. По-моему, он один раз всего, на самом деле, говорил. Вот. И Майкл, он, по сути, такой зажатый. Ну, и не то, чтобы зажатый, скрытый, скорее, такой закрытый человек. Единственное, что я заметил, возможно, мне показалось, возможно, нет. Он много расспрашивает о Кеттерина. Возможно, что-то будет с этим связано в дальнейшем. Тоже, наверное, не спойлер. Потому что, по сути, просто это как-то скользь упоминается. И никак не раскрывается в демке. Надеюсь, что все-таки вот эти вот оружия не выстрелят всем. Что по саундтреку, вроде бы нормально. Вроде бы хороший. Ну, то есть, вообще, странно говорить насчет саундтрека «Бесконечного лета». Мне он до сих пор не кажется каким-то гениальным. Но, в то же время, я его переслушиваю. То есть, он эмоциональный. Он там прям подходит под «Бесконечное лето». Он вызывает у меня воспоминания о «Бесконечном лете», как там было все лампово и прикольно. И тут, возможно, будет то же самое. Возможно, нет. Я пока ничего особо не запомнил. Но «Бесконечным летом» было примерно в моей ситуации так же. Кроме, наверное, «Бесконечного лето» была одна песенка. Не песенка, композиция. «Promise from distant days». Вот она прям мне зашла очень сильно. Наверное, мы дали «Чаво» у них на сайте. Очень забавно. Когда выйдет игра, но у них было очень много переносов, возможно, опять перенесут. Кто знает. Вот. Будет ли игра бесплатной? Нет. Но они уже выставили ценник. Там за 600 рублей можно сделать предзаказ. Я, наверное, все-таки сделаю. Мне очень понравилось, на самом деле. Ну да. Вот следующий же вопрос. Для России, Украины, страны СНГ будет стоимость при сделках 10 долларов. Ну, так примерно и получается, с учетом того, что вот буквально вчера он еще вырос, значит, уже там поменьше. Будут ли в игре отсылки к «Бесконечному лето»? В явном виде нет. То есть, опять же, скорее всего, это будет для знатоков. Вот. Будет ли в игре хентай? И тут уклончивый достаточно ответ, я бы сказал. Хентай запрещен законодательством РФ. Но вы при этом сами не говорите «нет». Ну, то есть, они могли бы написать, я так думаю. Ну, мое личное, опять же, мнение. «Нет, хентай запрещен законодательством РФ». Они просто пишут «хентай запрещен». Но они не говорят, что у них его не будет. Я, как бы, не надеюсь. Конечно, «Бесконечном лете» он, наверное, мне понравился. Но я не сильно расстроюсь, если его не будет. Скажем так. Планируют, какой длиной будет игра. 28 игровых дней на каждый рут. На каждую героиню планируется по 2 с плюсом концовки. То есть, довольно сложно сказать. Я даже не помню, сколько было игровых дней в Дэнке. Может, неделя? Наверное, около недели что-то было. Может, 5 дней. Ну, типа, на самом деле, получается, там почти месяц. Я что-то не помню, какой там месяц точно шел. Нет, не декабрь, там было восемь. Почему в качестве игрового движка выбраны Unity 3D? Главный аргумент – кросс-платформенность. Ну, насчет кросс-платформенности я пока говорить ничего не буду. Интеграция пока в мире. Ну, короче, они что-то там делают. Вот, но по сути, что меня вообще приятно удивило, это прям графоний. По сравнению с бесконечным летом, это действительно шаг вперед. Он прям полностью анимированный. Анимированные задники. Ну, конечно, поскольку-постольку. Постольку-поскольку. Вот. То есть, там трамваи, вентиляторы, все это движется. Там иногда включается какой-то свет на фоне. Ну, короче, все меняется. Девчонки анимированные. Ну, не полностью. Не полностью, но анимированные. То есть, как они там двигают руками, все это анимировано. Но в то же время, когда они там поворачиваются бачком, это просто типа как слайд-шоу. Опять же, как в бесконечном лете, но тем не менее. Они моргают даже, насколько я заметил. В общем, красивенько, реально. И графоний красивый и так далее. Насчет самих, самого дизайна девочек. Ну, они красивые. Красиво, непословно. Персонажи. Персонажи парни нарисовано похуже, честно говоря, мне показалось. Как-то вот так вот. Я проходил рут, как мне показалось. Опять же, за химицу. Но в бесконечном лете в первый раз, по-моему, я выбил плохую концовку. Плохую концовку. Я не помню с кем, возможно с Леной, но это уже не так важно. Вот. А тут, возможно, опять будет плохая концовка. У них как-то там не все хорошо. В основном потому, что, как мне показалось, главный герой муда-юб. Простите меня, но мудак еще тот. Я уже объяснил, почему вроде как. Вот. Но, тем не менее, характеры персонажей мне, в принципе, нравятся. Кстати, на обложке я сейчас заметил, что они все вместе расположены. В группе, как бы. Вот. Это довольно странно, на самом деле. Мне понравилось, как бы, Кагаме по дизайну. Но то, какой у нее персонаж, мне, честно говоря, не очень нравится. Элли красивенькая, но, типа, Кэтрин мне вообще, честно говоря, не нравится. Опять же, красивенькая девушка, но... Так. Мне больше всего нравится ламповая химица. Она прям хорошенькая. Ну, возможно, даже в основном потому, что главный герой обходит с ней вообще как-то по-свински. Он постоянно на нее как-то срывается, сам это признает. Пытается что-то делать. Она уже на него вся обижается, не хочет с ней разговаривать, уходит там. Какой я могу подвести итог? Давайте, в принципе, как-то примерненько оценим Белл, ЛДР. Зимнюю сказку я оценивать не буду. Она очень сильно убивается, по-моему, она все-таки демкой была. Но это тоже демка, но она, по сути, будет, скорее всего, ближе к конечной версии продукта. Вот, в отличие от... Этого, Зимней сказки. Зимняя сказка была вообще далека. Я, по-моему, вообще в две версии Зимней сказки играл. Там какая-то была вообще с другими персонажами. Ну, как бы с этими же персонажами, по сути, но вообще рисовка была абсолютно другая и не очень. Про город что-то там вообще было. Тоже про Зим. Возможно, это какой-то мододел сделал. Но это вообще было отдельной, как бы, отдельной игрой. И она, вроде как, выпускалась раньше. Так что я не уверен, честно говоря, насчет второго. Вот. И вообще про нее все забыли, так что реально не уверен. Вот. Белл, Элдер. Ну и давайте к этому Шоджу. Соджу. Потому что она мне реально запомнилась. Она как-то подходит, в принципе, под все вот это вот, как мне лично кажется. Значит, давайте оценивать сюжет. Девки, так как это важно. Движок. Именно потому, как это все реализовано. И, собственно... Ну, движок... Нет, движок не был. Просто по красоте. Потому что они вообще по разное время были сделаны. И к этому Шоджу будет здесь неоправданно проигрывать, как мне кажется. Вот. Значит, Б.Л. Значит, сюжет. Ну, честно говоря, я уже, наверное, сейчас... Там все-таки все было такое несколько камерное. Весьма сжатое, построено вокруг Семена. Ну, возможно, это был ее собственный ад, все такое. Или рай. Как посмотреть? Значит, я поставлю Семерочку. Элдер на данном этапе будет немного сложно оценивать по сюжету. Ну, я ему пока авансом поставлю все-таки 8. Да. Все-таки, наверное, пока 8. Он пока... Я готов поставить девяточку, но я пока, честно говоря, не уверен. Вот. То есть, там добавлено очень много всяких сторонних вещей. То есть, даже то вот ружье, так скажем, с рок-н-роллом, оно еще пока совсем не выстрелило в демке. То есть, это будет... Если это все, надеюсь, будет, это все будет намного позже. Катаро Шоджи. Тут... Я тоже, наверное, поставлю Семерку. Не. Тут как раз и восьмерку поставлю. Честно говоря, объективно, если посудить, мне кажется, сюжет сильнее, чем в Бесконечном Лете. Потому что он сосредоточен не совсем только на главном герое. Согласитесь, там очень много того, что именно про девочек. В Бесконечном Лете он тоже, конечно, есть. Но вообще весь сейтинг, весь, так скажем, окружение, это все чисто про Семена. Движок. Ну, Бесконечное Лето 6. ЛДР, опять же, наверное, 8. Катаро Шоджи... Нет, погоди. Что у меня под Д было? Вот такой Д. Ладно. Уберем Д. Я забыл, что такое Д. Ладно. Значит... Красота. Кэ, я, конечно, не очень правильно сформулировал. Знаете, не-не-не, какая-то ему разница. Белл будет... 8. ЛДР... Нет, Белл 7. Белл 7. 6. 6, да, 6. У Белла у меня была такая проблемка, что какая-то была странная глянцевость у персонажей, именно, которая их как-то выбивала очень из... бэкграундов. Вот. Поэтому Беллу я поставлю 6. ЛДР, опять же, наверное, восьмерочку там... Нет, девяточку. Девяточку. Катаро Шоджи... Я думаю, я поставлю... Ну, это раз. Четверочку. Там задники, бэкграунды вообще были... Ну, типа, насколько я помню, просто переработанными фотками. Музыка. Белл 6. ЛДР. Ну, объективно говоря, они даже песни написали специально для ЛДР, так что... Они, в принципе, хорошие. Да. Так что 8. Катаро Шоджио 5, я думаю. Пульсовать я не буду. Сами решайте, как это интерпретировать, потому что это было и не объективно, и не субъективно. Девять. Какую херню я сейчас только что сделаю, показать не буду. Вот. Дебилизм. Вот. Ну, на этом я думаю, все. В общем, мой вердикт по ЛДР. Проходите, конечно, демо-версию, и делайте предзаказ. Только так. Я отвечу по чмак. Вообще, помню, что для бесконечного лета выходила модификация булки и кефиры Укринролы. Может ли это быть связано? Я не знаю. Но это работа либо для знатоков, либо для конспирологов. В общем, спасибо за внимание. Я вижу, что у меня уже набралось на полчаса. Короче, всем спасибо. Всем пока. С вами был EpicMegagamer95. Возможно, будут стримы по автоклассикам. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok